Субтитры делал DimaTorzok Неприятный, очень красивый, очень хорошо, что в лес. Да, нам на контрасте вообще просто супер. На конец лес. Вот красивая ива тут на берегу. Надо немножко развернуть. Сидите на берегу, что-то наложено, какие-то камни, непонятно зачем, напоминает кусок тропинки какой-то. Да-да-да, каменный. Ребята, ура! У нас новый сплав, мы рады, радостное событие. Мы в новом абсолютно для себя месте, посёлок Толмачёво и река Луга, очень красивая река. Так что с нами, погнали! Там вот где-то мост вдали, поезд хорошо стучит. Так, вот здесь течение быстрое. Сейчас мы вот лодочку уже надули, сейчас поставим и понесёмся! Вот здесь вот розовый домик. Да, прям под цветущую сиренью. Прямо с железной дорогой. Господи, вы представляете, железная дорога, поезд идёт прям как будто по крыше домика. Здесь стоянка лодок. Очень здорово, что можно опять быть в такой замечательной реке. Лодочка, лодочка уже почти что собрана. Эта дорога ведёт дальше в город Лугу. Когда-то в Рею выставили? Не знаем сколько времени, ребята, но мы приехали сюда где-то полдесятого. Я думаю, что сейчас в районе 12, около 12 часов. Водичка тёплая, мы уже попробовали нормально. Так что мы загрузились. Что ты скажешь на эту тему? Я не эту тему могу сказать. У тебя там время-то выставлено, наверное. Нет, не выставлено. Надо ехать навстречу новому приключению. Ура! Ой! Рау-рау-рау! Да, поехали под берега. И тут течение большое, но сейчас скорее всего понесёт быстро. На середину выходим. Ты знаешь, как особо не сильно дожиделись. Это надо. Ну вот нам надо объехать там этот столб. Столб впереди дерева у нас. А! Я думаю, что мы в него там... Понесло, так здорово! Так, ну обливаюсь. Ну ладно, подождаться нормально. Сама себя обливаю. Обдувает? Обливаю сама себя. А-а-а! Смотри, как она сейчас заносит. А-а-а! И как же нам рулить. Такое ощущение, что опять стабилизатор. Нет, скорее всего это течение она сейчас заносит. Правда? Да! Да, конечно. Только мало три типа. Угу. Просто сейчас... О! О! Иди вон, на пустыло. Ага, на пустыло. На пустыло? Да, на пустыло. Да, на пустыло. Ты не будешь, это как это? Ты чё там погрешки стезлили? Да. Водичка теплая. Скорость течение довольно быстрая. ура 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 плывем нас несет я бы с удовольствием сейчас пусть нас понесет так чуть-чуть подруливать только до отдохнуть после сборов и сразу поворот налево у нас идет такой не крутой такой мягкий поворот спокойный а здесь смотри какие растения да и от солнца наверно много солнца было это канистра что ли да еще ловки рыбки прыгают да 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 у нас полагают люди сейчас интересно интересно направо идем почему не будет может быть смотрите какой красивый облако и у нас опять поворот 2 надо же начали был налево теперь направо потом повернет обратно налево пройдет под но я лично считаю что нет что мы уже под мостом не поедем больше но посмотрим песочные берега но не сахарные молочные реки песочные берега да плывем так подруливаем немножко и радуемся что мы так тепло ветерок такой нас обивает не перекаты а вот такой равномерно быстро очень да 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 вот мост мы конечно не проплывали он остался сзади берега какие-то очень добра до добрые берега как я сказала добра дру дружу добрый или как-то добра дружелюбный да приятные берега деревья далеко вода пространство акватория чистая очень приятные берега три яруса доброжелюбные точно да так опять поворот суша мне нравится что повороты не такие резкие и как бы приятные такие но что они есть интереснее с поворотами что там за поворотом а там водочка плывет нам навстречу тоже весельная от реки идет такая добрая энергия хорошая спокойно и спокойно и уютно ну потому что сегодня же очень приятный день а завтра нам обещают целый день дождь и посмотрим да такой крупный красивый такой разноцветный яркий голова зеленая лапки алые что-то один тут спрятался тут наверно гнездо где-то он тут сторожит ой какой красивый разноцветный привет утятиус ярко-зеленый да я вообще тебе кажется去-то кажется что прим уж такую красивую такую красивую привет утять и оса впереди его реагирует на на нахре яклепля какой а лёса ты тоже у тебя еще высокие такие красивые песчаный берега там обрывистая да он прям так стоит как ты не убежал вот ведь я думаю что стороной пройдут эти точки опять поворотик и опять течение смотрю ускорилась значит ребята три недели стояла сухая жаркая погода мы выбрались сегодня 28 мая на сплав по прогнозу но я наверно на питер смотрела а не на Талмачева вот последние несколько дней поэтому оттуда прямо сейчас ну вот сейчас стал а то был прямо оттуда пронеси 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 и это сейчас гроза по-моему нет дождь идет опять на нас ну теплый да будет но все равно очень хочется сухими остаться ну что мы только первый день выплыли у нас сил еще нету все это сушить мы тут теперь конечно поспокойнее тут это всех гермомешкал но все равно столкнулись с тем что даже если очень сильный ревень то все равно они промокают а я бы не вырешал погрязать а они колесенцам будут кидать сейчас грязь ну а у меня впереди потрясающей красоты песчаный плежик и поворот налево может мимо проникли вроде проносит мимо уже очень сильно сухо не пропал сухости ну смотри прям над нами куда-то мы не увидим ой куда-то мы врезали тут поворот вот так вот что-то не слух уже ломан его потом пойман килограмм вот его сломано кольцо разломано еще одно те будем ловить уже на стоянке вот он красивый пляж красный песочный замечательный пляж но здесь нету дров хотя вон что-то виднеется вон стоянка очень красивая стоянка прям громадным деревом там стеночки ребята вообще вроде прошу да я вот это курики я сейчас решила тактику поменять переплыть на другой берег и там будет уже подробно перед переповоротом как-то так а плюсы вот такая глубина да плюсы не знаю да галава тут может быть пятый ветер очень красиво сейчас вот здесь вот вперед а там что-то не течение ничего нету но мы знаем что на очень завалистая мы не хотим и уже ну нахлебались на вьюне ни капли не хотим хотя там есть красивые места там есть так называемые белые горы мы сейчас это кормой плывем вперед так что вот я вчера во время я смартфон включила а два часа всего просто мошки очень много появилось как только лес приблизился кусты к воде очень близко а сзади и вот я вижу как там рыбка плещется ну там далеко там далеко так что вот ящером мы проплыли вот здесь у нас такие вот песчаные берега да так что два часа сейчас то есть мы можем часик проплыть и уже остановиться где то да или полтора ну да потому что дело в том что если хорошую стоянку увидим заставиться потому что мы ночью не спали вот нам нужно отоспаться а там еще что очень важно там ведь можно если будет вдохновение на удочку половить если не будет так просто залезть в палатку покушать там и спать да да или поразгадывать твои диски нет что спать 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 так ну я не спала сколько уже вторые сутки не сплю конечно кто тебе вчера то не давал а ты все так 14 часов так еду собиралась да сейчас плюс 24 градуса где-то то есть как так можно было 14 часов еду собирать ну я лодку еще собрала и много еще всего другого ребята раскаты грома вообще вот сейчас прям там справа от нас недалеко а здесь посмотрите что это такое вообще как будто дерево на самом деле это такой песок белый и желтый в общем что-то такое натуральное называется но что-то на можжевельнике каком-то обработала руки и ноги все вокруг но правда мгновенно исчезла мошка вокруг нас просто мгновенно отлетела а потом оказалось что настолько ядовитые хоть и натуральные что нельзя на руки только на одежду можно и эту одежду только одевать после того как высохнет и когда высохнет на белье одевать настолько он ядовитый но держится 15 суток от клещей и пять суток от всяких мошкары и комаров а я на себя вообще обалдеть ну кстати я уже как-то читал такую инструкцию то есть нельзя даже соприкасаться то есть не надо по идее себя обмывать сейчас от этого яда но не хочется потому что комары не кусает вроде никто не умеет может как то обойдется а вот смотрите людей там и тропинкой это луга это какие-то строения там каменные художник на она живет это тут художник живет да вот это наверное я видела видео про него это наверное его надо же такие большие сооружения мимо а там березки очень такой песочек и отражение зеленые в воде мы плывем среди мошки вперед если будет хорошая стоянка будет потихоньку становиться пока мы проплыли неплохой такой песчаный но там очень близко эти были кусты ребята у нас сейчас я искупалась надеюсь что вот выдержит это смартфон значит и вот оттуда идет вода комары мошка днем хотят часа наверное три всего и мы нашли место мы тут не хотели видите грязь вот грязь но там ничего площадка вот и но я стала садиться и лодка перевернулась и она под сдулась немножко и набрала воды в общем нам без вариантов и коли рыбу здесь сейчас окуня поймал нам придется здесь оставаться ну а завтра прогноз целый день дождь может изменится прогноз вот просто здесь конечно два дня нам тусить не хочется мы такие стоянки классные песочные проезжали и комаров не было и мошки блин но скользко можно упасть да там скользко можно упасть но у нас лодка сдулась мы не можем на такой она сейчас перевернулась хорошо что около берега палатку установили здесь я разожгла спиральки вот так вот поставила немножко кстати легче стало тут еще оводы гигантские летают у нас для полного удовольствия а пошла туда в лес покажу куда и там канава вот так вот там канава и там миллиарды комаров так что дай бог чтоб мы отсюда завтра уехали чтоб у нас были силы сейчас мы поедем ляжем спать утром тоже конечно комары и все это есть но они волнами волнами такими в конце концов этот раз у нас спиралек много позже смотрите какой чудище полонам ну что сейчас обсыхаем но уже это многое как бы это уже подсохла быстро сохнет специально же все для похода поэтому самое главное документы у меня не промокли я все узнаете вот смотрите всего на несколько мгновений упали наши герма мешки в воду и вы знаете промок даже новый вот этот алый внутри вот и промок синий но синий был плохо закручен алый был качественно на три оборота значит еще надо будет сильнее натягивать все это вот но самое главное что кошелек мы с это самое спас все что там содержимое карточки а это в общем документы у меня в пакете в общем все как-то друг друга спасло и сумка спасла тоже все-таки ненадолго а если надолго не дай бог то в общем мы решили а сплав легкий не будем сильно особо заморачиваться а вот надо заморачиваться но это так утомительно вот это все крутить вот это все натягивать так что такое вот дело и в общем получается что много не надо надо чтоб хорошенько и качественно закрывать потому что вот лодка подсдулась у нас поэтому она перевернулась там поэтому она обычно одежда но в принципе еще плюс как-то мы не уравновесили у нас что-то получилось в общем какой-то перегруз видимо перегруз еще был мы много взяли продуктов на 10 дней там поэтому в общем вот такие наши дела но главное что все палатка стоит и эти комары не так сильно живут есть плюс коли окунька поймал доброе утро у нас сейчас у кого как а у нас палатки под дождем наше доброе утро на берегу реки луга сейчас мы будем засыпали под ну так и так птицы пели вообще пели 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 все расположили до 9 утра гремит гром да слышите вот у нас такой завтрак намечается и бутербродики чайры для бутербродики об disparsающий яичные п Sheilaordu и пене если Brusca яичный О, души, тёплая часть байджана, очень вкусная. Здесь и там есть. Угу. Угу. Дождь прошел, солнышко вышло. Так, ну что, после дождя мы там, конечно, пообщались, что-то светское общение, а теперь вот вышло солнце. Очень тепло, вокруг березки, березовый такой рай, небо абсолютно голубое, как и было здесь, недели три была такая погода все время, теплая. Ну, как бы не кажется, что будет еще дождь, потому что по прогнозу дождь был целый день и не было солнышка вообще. Значит, может быть, прогноз немножко изменился. Но я думаю, что сегодня мы все-таки будем здесь. Хотя еще рано, наверное, час где-то. Мне кажется, во-первых, с лодкой надо разобраться. Во-вторых, нам все-таки отдохнуть после зуборов и так далее. Тем более, вдруг все-таки дождь пойдет, тоже не хочется мокнуть. Нам еще просушиться надо. Так что, наверное, я уже искупалась, кстати сказать, с большим удовольствием. Вода супер, самая то, освежающая водичка. Там только течение, поэтому просто поокуналась. И там прям вот, мы объехали его, когда заезжали мы против течения, прям вдоль берега объехали. А там два камня гигантских. Я думала, это песок. Пошла, думаю, по песочку там на песочке постою. Оказалось, громадный-громадный камень. И там еще один камень есть. То есть камни тут есть. То есть сейчас вот высокая вода, а когда низкая, тут камни получаются. Третий гриб, дымовик. Он уже все высох. Даже ножки нет уже. Я вначале думала, что это картошка печеная. Так что птички поют. Там где-то далеко-далеко я слышала моторная лодка. Она двигается. Вот сюда вверх я поднялась. Кстати, тут грунтовая дорога. Там холмы. Один холм, другой холм. Вот такие вот холмы. Высокие, громадные холмы. По ним тропинки. И я нашла там стоянку. Кто-то любит в лесу. Я не представляю, как в лесу становится. Ну, может быть, когда зимой. Зимой в лесу, да. Но все равно, как-то около воды всегда приятно. Разве что, говорю, когда холодно. Я нашла там, смотрите, нам подарок. По-моему, это чистая вода. Вот, питьевая. Было бы здорово. Потому что не охота осмос запускать. И потом, видите, какая чистенькая-чистенькая водичка. Но не колюсенцы у нас ее проверят и скажут нам, да или нет. И комары сразу, и комары. Ландыш, это целая пуля. Изюки вот приходится ходить. Ну, мы ходим вот здесь вот сейчас по траве. Не поменяты, не по этой грязюке. Поэтому не хотели здесь оставаться из-за грязи. Мы вот ходим вот так. Пожалуйста, здесь тапочки оставляешь. И вперед можно войти в водичку. Вот здесь. Сверху пыльца. На траве. Продолжение следует. Продолжение следует. вот камень желтеет видите это гигантский камень а вот это белое такое пятно это пыльцы столько насыпала прибивает ее прибила сюда сечением и сразу глубоко становится вот комары отстали вот хорошо солнце вышло и прогнала водичка освежающая прекрасно говорили что он чистая чистая вода прозрачная прозрачная но она такая же вот оранжевая красная как поленобласти железа много может там где-то будет такая чистая здесь пока нет то есть она достаточно прозрачная конечно вот дно видно где-то на метр дно видно даже вот там больше на метр туда так запускаем ликуся в воду кайф кайф классно ах х х х х х х х х Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, все-таки мы вытащили это стулья 100, потому что с дымовушкой это спиральками более-менее, более-менее можно, но и так, слушайте, хоть внутренне расслабиться от этих журжаний, от укусов. Вот, и мы, по своей, к сожалению, традиции, в сплаве... Да, а я что-то не видела рыбок там. Мы развесили, все сушим. Лодка вроде нормальная. Нам самое главное, чтобы лодка работала. Остальное мы как-то доплывем. Вот. И все, как всегда, у нас сушится. Хорошо, солнечный день, тепло. В общем, отлично. Сейчас плюхалась два раза какая-то гигантская щука. Коля вечером ее видел, пытался ее поймать. Если бы мы еще щуку поймали, и сейчас, пока мы здесь на дневке приготовили, было бы здорово. Потому что, в принципе, я говорю, вот так вот, если спиральку запустил, слава цивилизации. Потому что иначе это вообще... Жор невозможный. На тебя все тут нападают насекомые. Ну вот, так что мы, слава богу, уже нам эта стояночка нравится. Там грязюком мы по траве проходим. И нормально. Все хорошо. Все просыхает у нас. Все отлично. Довольны. Так, заработали наши спиральки. Еще больше. Но они и в инструкции написано, что через 20 минут действовать начинают. Так что, сейчас получше. Ветра сильного нету, поэтому как раз не сдувает. А там у нас неколюсенция нырнует. Грибанскую рыбу мы хотим поймать. Щуку, наверное. И он прям на камне стоит. На вот этом большом. Плоский. На нем удобно стоять. Хорошо. Опять два всплеска выше по течению услышали. Так, вот здесь такая, видите, вот дорога. Причем она вот туда расходится, туда расходится. Тропинка прямо. И получается, что на карте именно грунтовая дорога изображена, а не ручьи. Свет таким серо-голубым. Я думала ручьи. А вот здесь вот птичка улетела, что ли, ветка. Какой-то хруст был справа. Часа два назад. Все живет, дышит. А тут вот канава. И туда вообще там миллиарды, просто миллиарды комаров. Туда вообще нельзя в лес входить. Только по дороге лучше. Потому что потом эти миллиарды комаров, они несутся за тобой. Там дальше я прошла, туда наверх. Ой, комары прямо сразу заедают. И у нас теперь, смотрите, от комаров у нас нет жидкости. Прям вот, чтоб на тело. Но в прошлый раз нас тоже эта жидкость не сильно спасала. Но все равно тогда побрызгался. А у нас только можно на какие-то вещи брызгать. Брызгать. Так. В общем, лес. Там дальше красивый лес. Хороший. Здесь такой более в кустах заросший. А там дальше хороший. Вот. На нами липа. Вот так. А там дальше. А. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Благодарна тому блогеру, который сказал 3 на 3 метра достаточно, больше не надо 4 это возня, тяжело А все Он выполняет функцию и легче Нам на двоих супер просто Ура! Я очень довольна Очень Потому что идет туча Вон там Идет туча у нас А неохота в палатку забираться И тепло И мы можем здесь сейчас Устроить Наш ужин Вы не представляете, как это здорово Вообще Очень-очень хорошо Можно сидеть за столом Это у нас как бы Новенькое Такое В нашей жизни походной Ура! Наступил прекрасный наш вечер И мы Комаров как-то разогнали Значит, жарим этого одного окунька Которого все-таки Коля поймал вчера вечером Сегодня он ловил целый день на спиннинг И надо сказать, он старался Изо всех сил менял насадки Все, место только не менял Потому что везде кусты И рыба играла Плескались гигантские щуки Представляете? Которые прям в метре от его броска спиннинга И ничего не поймалось Вот, представьте, бывает и так Селяви Так, ну мы тем не менее Вот у нас сейчас Его величество Быстрого приготовления Супчик нам реально захотелось Папусточка, сырнички Лук с майонезом Яйца у нас И потом чай с вкусняшками Так что и вот Вот так Вот Коля там с удочками Теперь делает удочку Донка у нас еще будет Слушайте, ну рыба должна Мы ее из мором возьмем Не так так эдак Тут глина есть, чтобы прикормку замешивать Вот, для донки, да Ну рыба прям играет капитально, да Ну говорят, что-то с давлением бывает Вот от давления зависит Ну что, вечер завершается Поставили домку на ночь Еще Коля уперта Вот никогда в жизни прям так целый день Целый день рыбачит Спиннинг кидает Ну я, если не ловится, все Ждать надо тогда, когда ловиться будет Сейчас смотрю над озером туман Над рекой, вернее Река Луга у нас Встал туман Вот Ну что Потихоньку мы укладываемся Решили раньше спать, ложиться Рано вставать И завтра у нас Перемещаемся в другое Интересное место А сейчас камеру ставлю на зарядку Смотрите продолжай Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...